шорик камера уже включена дорогие гости всем привет в общем писали не один раз и меня спрашивают всегда как же сделать так чтобы грудка индейки была не сухой а сочной на этот вопрос есть очень простой ответ вернее очень простой рецепт который сегодня я сделаю и вы все поймете да кстати что за индейку мы используем написано в комментариях посмотрите это ребята из сибири очень классная индейка хорошая приходит к нам вот но всегда я задаю себе вопрос нужно делать ее вкусный вот это номер один смотрите что я делаю у меня есть грудка индейки и здесь шампиньоны значит если у вас сейчас или чуть позже там пойдут белые грибы делайте белые грибы эти лисички белые грибы общем все что у вас есть просто шампиньоны самые дешевые грибы поэтому я взял для того чтобы не было вопросов о том что мол типа дорого или еще как хотя индейка сама по себе чуть дороже курицы но это обуславливается тем что мясо диетическое очень полезная белка в нем больше чем блин в телятине и говядине не побоюсь этого слова вместе взятых но не так конечно но примерно так вот когда мы берем грудку индейки смотрите и надо нарезать тонкими пластинками нужно нарезать тонкими пластинками вообще по идее бы надо поменьше конечно их резать блин но это же все же хотят быстро не потратив ни капли времени превратить вечерний стол великолепный романтический ужин для своего мужчины или для своей женщине луковица стоять если у вас индейка чуть-чуть подмороженная вам каши легче будет резать ее это тоже вариант такой лайфхак например в китайской кухне многие виды мяса да и в общем и в русской тоже например скоблянку когда делают вот мясо чуть подмораживают тогда его гораздо легче резать самое главное вы должны запомнить отнеситесь очень внимательно к нарезке посмотрите кусочек должен быть тонкий не полтора сантиметра понимаете вот он должен быть максимально тонкий видите какой не нарезайте вот так иначе у вас ничего не получится потом будете говорить что рецепт не не гожий сюда добавляю смесь перцев в идеале можно добавить только белый перец но можно только черный но у меня смесь поэтому чем я не запарился да можно еще кстати немножко чили добавить для остроты для остроты теперь льем сюда буквально полторы столовые ложки соевого соуса если соуса чуток налили то тогда следует немного посолить значит посолили немного и добавляем правильно яичный белок именно белок не желток там не какой-нибудь вот это вот белочек мы добавляем давай 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 родной добавляем вот сюда прям в индейку вообще для 200 граммов индейки одного яичного белка многовато но это я вот прям вам честно признаюсь но так как у меня нету ни желания невозможности его там отвешивать половинку еще что-то нужно все тщательно перемешать делайте все по вкусу когда вы первый раз сделаете 30 вы тогда сразу поймете в чем суть суть в наличии белка это так и называется белковый маринад очень хорош не нужно ждать двое суток для того чтобы приготовить любое мясо любое почему индейку я сегодня делаю да потому что больше всего было запросов все переживают что грудка суховато получается что с ней не делай так вот сейчас в таком варианте это будет прям бомба если вы используете этот рецепт для другого мяса например говядина тонко нарезанная свинина тонко нарезанная курица туда же жесткие части говядины будь то жопа ой нельзя говорить это слово то сейчас все начнут писать огузок даже вот его тоненько 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 нарезаете в яичном маринаде в белковом маринаде все это будет великолепие великолепие вы потом напишите сто раз блин спасибо василий за нам спасибо василий за то что нам открыл этот секрет величайший секрет деревянная дощечка несколько колечек чили перца любите поострее делайте поострее хотите не острый значит не острый делайте потом зелененького ну так для красоты обязательно лук лук я люблю перышками так как у нас грибы нарезаны крупно а грибы у нас будут зачем да для соуса соус у нас будет лучок нарезать крупно во первых это быстрее все же хотят быстро все приготовить во вторых вы знаете он полусырой остается такой вкусный хрустящий я люблю прям вот такую вещь в сотейнике я налил масло небольшое количество такой мини фритюр сделал сковородки масло должно быть гораздо меньше прям вот чуток в сковородку вначале отправляем грибы и лук масло пока у меня нагревается то есть желательно делать оба эти действия одновременно соль можно сразу же а вот что я делаю с индейкой дальше значит вот в эту чашку в которой у меня индейка уже замаринованная я насыпаю крахмал буквально наверное две столовые ложки много не сыпьте много прилипнет будет потом у вас кляр они белковый маринад переворачиваю я это все сверху вернее с ног на голову и так далее чтобы у нас крахмал прилип к белку к яичному и теперь когда у нас подогрелось масло да мы бросаем просто сюда индейку главное не бросать все куском одним грибочки подрумянились как раз вкус будет хороший индейку нужно обжаривать буквально сколько тут 20-30 секунд индейку достаем то есть ей 20-30 секунд вполне этого хватает и откладываем в тарелочку то же самое делаем со всей остальной индейкой крахмал не дает влаги выходить из индейки и белок вступая в контакт с крахмалом создает такую тончайшую пленку почему я вам сказал что много крахмала не кладите потому что если будет пленка толстая тогда это будет уже кляр а так это будет совершенно незаметно на индейки и самое главное вся влага сохранится внутри не забываем не забываем что у нас грибочки здесь румяные уже вы же помните как я люблю горелку так вот рядом с фритюром не надо не надо испытывать судьбу не трогайте горелку пусть все будет само по себе грибы уже румяные лучок румяный вот эту индейку которая у нас уже поджаренная посмотрите видите она прям она просто нежнейшие нежнейшие это все я выкидываю вот сюда оставшуюся индейку я добавляю кто и что у нас с грибочками можно найти каплю масла чуть-чуть масло со вкусом индейки сюда нужно добавить чили перец слегка посолить убавить огонь на минимум добавить сливок смотрите когда сливки добавляете у меня жидкие десятипроцентные но этого будет достаточно крахмал который у нас есть на индейке он их немножко завяжет не будет никакого отсечения тут ничего можете сливки пожирнее использовать кто как хочет я просто показываю самый простейший рецепт и главное в этом во всем эта техника то есть вот этот вот яичный белковый маринад он делает конечно с мясом чудеса он делает просто любое мясо самое сухое и самое жесткое оно делает нежным мягким сочным по факту то что это индейка в сливочном соусе с грибами да это можно назвать биф строганов еще что-то индейка строганов самое главное что это вкусно и как только наступил момент сразу же нужно выкладывать на тарелку но всего-навсего представьте себе если вы еще не три недели столько сколько я то быстрее чем за 15 минут можно приготовить это блюдо у меня получилось где-то около 20 класс зато у меня в холодильнике завалялись росточки ростки пророщенные всякие знаете есть продают такие миксы причем вот в магазине у меня внизу подо мной здесь значит миксы этого что это у нас подсолнух смотрите какие мощные ростки подсолнечника их обязательно вообще когда лето когда сезон добавляйте всякую зелень всякую 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 видите проростки чуть такое это проростки гороха сюда добавляйте добавляйте сюда у меня красненькая там как отдельно амарант скорее всего но он уже такой уставший в общем все что есть у вас под рукой все добавляйте петрушку кинзу зелень петрушку кинзу если кинзу не любите добавляйте укроп это жиру это простое она русское блюдо такое да какое то поэтому тут любая зелень хороша петрушку еще можно красный базилик орегано майоран тимьян не надо полезное вкусное диетическое блюдо зиндейки готова наслаждайтесь друзья да 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 мне нравится какой-нибудь вот этот кусочек вот через экран нельзя передать насколько нежная получается индейка это не сухарь не нужно тушить ее о шампиньоны тоже получились нежные круто я думаю что вот этот рецепт должен зайти потому что готовится 15 минут они так как я сегодня смотрю значит какая девушка готовит рецепта и говорит если вы не хотите долго тратить время у плиты то значит нужно нарезать овощи сложить их пакет и засунуть в духовку на час конечно вы не потратите ни секунды своего времени просто час у вас будет работа духовка и будут вариться овощи 15 минут индейка грибы лук придумайте гарнир увеличите соус добавьте любую зелень хотите чеснок все что угодно это базовый рецепт это моя идея специально для вас до новых встреч друзья